С малахитом. Ну, здесь логика размышлений должна быть примерно следующая. Естественно, вот эту фактуру нужно было сделать в каком-то приближении. Один в один воспроизвести было бы довольно сложно, но как минимум, что можно было здесь сразу увидеть, это то, что у нас есть тур, она состоит из таких патчей. Каждый патч выглядит как-то вот так. Вот он один, вот второй, ну и они как-то примыкают друг к другу. Скажите, пожалуйста, вот если так разрисовать, на что это похоже? На Вороново. То есть действительно похоже чем-то на Вороново. И вот это первый момент, который нужно было заметить. Вот можно выделить некие центры ячеек, и относительно этих центров строится диаграмма Вороново. Это первый момент. А второй момент, который нужно было проанализировать и понять, это то, как строится структура, ну то есть изолировать одну ячейку, например, вот эту отдельную, там ее уже рассмотреть, понять, что у нее внутри происходит. А у нее внутри мы видим концентрические круги. Причем эти круги разной интенсивности, разной толщины. То есть некий есть радиально-симметричный ноиз. Это мы с вами изучали, каким образом делается. Допустим, если я хочу вот какой-то такой рисунок получить в виде концентрических кругов, то примерно можно, допустим, задействовать. Какую функцию, от какого аргумента, если у нас есть центр некий нашей ячейки, то что так далее. Да, совершенно верно. То есть длина. Помните, какая логика, чтобы нам получить такие концентрические какие-то истории. Это что означает? Что функция, как вот здесь видно, да, допустим, мы берем вот эту точку. Видно, что она принимает значение одинаковое вот в этой точке, вот в этой, вот в этой, вот в этой, вот в этой, вот в этой. Это значит, что для этих точек, чтобы у нас значение функции было одинаковым, у них должен быть аргумент одинаковый. И мы соображаем, какая величина для этих точек одинаковая. И понимаем, что это просто расстояние от центра вот этой ячейки до каждой из точек. Потому что это просто радиус этой окружности. Соответственно, взяв некую функцию, я не знаю, синус, или здесь, конечно, синус не подойдет, потому что у нас тут разные толщины, интенсивность. То есть это какая-то просто может быть ноиз-функция, в которой подается некий радиус, то есть расстояние от точки, в которую мы вычисляем наш ноиз, до вот этого центра. Поэтому нам нужно сначала именно вектор вычислить, вот этот, да, это просто P-PC, например. Разница, вспоминаем, да, как мы это делали. Вот у нас есть центр координат, вот вектор PC, а вот это вектор P. Значит, нам нужно определить вот это расстояние. Это расстояние, это длина вектора вот такого. Его можно вычислить как P-PC, и можно тогда модуль нарисовать, это длина. Рассчитав вот такой ноиз, мы получим вот такую концентрическую историю. И дальше, первое, это паттерн, второе, это как получить радиальную штуку, а третья хитрость заключается в том, что мы с вами раньше в примерах рассматривали только ситуацию, когда у нас есть, грубо говоря, один центр, да, ну, то есть просто у нас есть некий центр, это может быть либо просто ноль координат, либо какая-то точка, а в данном случае у нас центров вроде как много. И на самом деле, в зависимости от того, какую мы берем точку, ну, вот P, в какой точке мы определяем значение аж цвета, да, центр будет разный. Вот этот рисунок, конечно, не очень правильный, но это не совсем диаграмма Воронова, да, потому что, вот, допустим, если вот соединим вот эти две точки, вот это расстояние же должно быть одинаковое, да, оно у нас не одинаковое. В этом плане не очень хорошо иллюстрирует, но если упростить до диаграммы Воронова, то там история какая, чтобы ее построить. Мы строим, соединяем точки, центры этих отрезков ставим и проводим, это называется, серединный перпендикуляр, то есть перпендикулярные линии через центры, соединяющие отрезки. У нас диаграмма Воронова получается. Здесь уже становится понятно тогда, что в зависимости от того, какую точку мы выбираем, ну, точка запроса наша, P, да, у нас центр будет разный. То есть для вот этой точки, например, мы в качестве центра должны взять вот эту точку, а для вот этой тоже вот эту, а для вот этой уже вот эту, да, а для вот этой точки вот эту. Кто сообразит, какая здесь логика выбора центра? Ну, то есть для каждой точки мы как бы должны определить, а что нам брать в качестве точки центра? Я взял какую-то произвольную точку, и у меня вокруг есть точки центра, вот эти вот. Вот она, вот первая, вторая, вот третья. По какому принципу я для вот этой точки выберу точку центра? Она верна, это просто ближайшая точка, точки запроса. Вот это третий момент, который нужно было как бы словить. И как находить ближайшую точку мы с вами тоже знаем, это у нас функция minPost. Так, ну давайте так сделаем тогда, нам поскольку все равно сейчас нужно что-то собрать, мы можем на примере Воронова просто собрать, а вам на домашнее задание будет собрать тогда без Воронова через PointCloud, ну то есть через minPost. А что мы делаем Вороной? Мы можем либо брать сразу дистанцию, получается. То есть теперь смотрите, вот грубо говоря, вот эта дистанция от центров ячеек. То есть это тот наш самый, уже здесь все даром вообще получается, то есть нам вообще ничего не нужно вычислять, сразу нужны вот это нам, вот это расстояние, про которое мы говорим, оно просто сразу в ноге Вороной уже есть. Мы берем, просто от него, его подаем в аргумент, например, найза какого-нибудь. То есть плюс-минус это в принципе... Так, ну вот можно, да, там его сделать таким-то. То есть вот это нужно сделать... Обтекание все равно будет дистанция. Собственно, если вам нужно обтекание, можно там, ну-ка, самый первый вариант движения, вот здесь, дистанцию его ввести в степень. Давайте посмотрим, как это будет. В любом случае, двинуться можно в направлении разности дистанции, да, это как минимум. То есть то, что мы делали, уже посмотреть, что там происходит. Можно сделать несколько слоев, да, у нас же есть здесь айдишники, да, и мы, допустим, можем сделать несколько паттернов, потому что здесь явно местами есть такие эффекты, как будто там один рисунок накладывается на другой, не встык примыкает, а просто накладывается на него. Грубо говоря, одна сфера, то есть может быть вот такая, одна сфера, а из-под нее вылезает другая. Вот это легко сделать просто, используя несколько слоев, сгенерив два паттерна, сидом изолировав какие-то ячейки в одном и наложив его через альфу на второй. То есть здесь этих уровней довольно много. Пустыня. Здесь разбираем, как обычно, снова базовый паттерн, да, у нас здесь явно прочитывается. Здесь это гораздо очевиднее даже, чем в предыдущем варианте, что это вороной. Тут, я думаю, ни у кого нет никаких вопросов. Значит, нюанс заключается в том, что у нас вороной, мы привыкли, что он выглядит у нас вот так, то есть у него прямые соединения, а здесь мы видим чуть другую историю. Какие-то вроде как ячейки вороного, но при этом они какие-то все кривые. Как нам из такого рисунка получить вот такой? Это как раз та история про деформацию пространства. Помните, да, мы с вами делали тоже кучу примеров со всякими стайлами, с паттернами, да, когда у нас есть некая функция, которая генерирует что-то. Если мы хотим эту историю как-то помять, исказить, мы берем и просто начинаем позиции, которая как аргумент поступает на вход этой функции, прибавлять то-нибудь. Прибавим синусоиду, получим как бы изогнутый рисунок по синусоиде. Прибавим noise, получим случайное искажение. В этом плане, да, действительно, вороной, то есть это у нас просто вороной от P. Здесь мы берем и считаем вороной от P плюс некий noise, тоже который от P. Если мы это сделаем, дальше надо подобрать здесь частоту, амплитуду вот этой функции, и у нас можно получить примерно похожий рисунок довольно легко. Следующий момент, который здесь нужно было увидеть на этой картинке, это то, что вот эти плиточки, они не плоские. Там на самом деле каждая плитка, если у нее профиль смотреть, она примерно вот так выглядит. Ну, то есть на самом деле они там, конечно, вот такие. Вот, и Миша умудрился даже вот эту историю сделать векторным дисплейсментом, но как бы такой задачи не было. В целом там довольно вертикально. Здесь, например, довольно вертикальная стенка, поэтому можно ограничиться вот таким рисунком. Ну, давайте просто рассуждать. Когда мы применили вот эту историю, то есть рассчитали вот этот вороной, применили его как оффсет. Если мы посмотрим срез, у нас какая-то с вами вот такая получится история. Да, важный момент, что мы здесь, этот паттерн получается не просто по дистанции от точки, а разница двух дистанций, чтобы у нас вот эти канавки появились. То есть вот эти точки, они равноудаленные от вот этой, вот этой. Когда мы вычитаем дистанцию, у нас здесь получается ноль. Собственно, вот этот ноль. Значит, кстати, важный момент, я немножко неправильно нарисовал. Если рисовать именно график функции Воронова, если мы там считаем дист один минус дист два, то получается вот такая история. То есть у нас вот в этих канавках тут ноль, а к центрам точек там возрастает. То есть там график какой-то вот такой, видимо. Он показывает, как вороной выглядит. И на самом деле это не совсем то, что нам нужно. То есть если бы мы просто вот эту историю подали бы во все, мы бы увидели такие пирамиды. Вороной. Что-то считали. П. Векторов сета. Складываем с П, подаем на выход. Это вот просто дистанция. Дальше, если мы сделаем с вами разность дистанций, вот получились пирамиды. То есть в данном случае вот эти вот ребра, это как раз у нас должны быть канавки. А, надо вторую, да, вот так. Тогда будет наверх. То есть вот пирамидки. Видите, да? То есть вот это как бы наши канавки, ну а вот здесь должна быть плиточка. То есть вот что я нарисовал. Вот эти пирамиды, это просто в сечении. Нам надо теперь вот из такого рисунка, из пирамид получить вот такой. То есть, типа здесь постоянное значение, потом резкий скачок. Он вертикальным прям строго быть не может, конечно, но насколько это возможно. И дальше снова ровная история. В принципе, можно compare. На самом деле, если мы хотим все-таки регулировать, чтобы у нас было, условно говоря, ну вот все-таки вот так, да, например, чтобы здесь уклончик все-таки какой-то был, чтобы он не резкий прям скачок, то тогда, конечно, подойдет функция fit, как вы понимаете, да? То есть просто мы берем и мэпим вот эти значения. То есть у нас есть вот такая функция, а нам надо ее превратить вот в такую. Это у нас просто fit нашего dist2 минус dist1. Это вот исходная растущая дистанция. И дальше мы пишем, что если у нас вот это значение меняется от 0 до 0,1, то результирующая функция, вот ее два уровня. Вот это нулевой, а это высота нашей плитки. Единица. Можно график нарисовать, да? Исходная функция у нас просто линейно нарастающая. Вот так, да? Нулю соответствует 0, и все, что меньше нуля, это вот так. Дальше при росте от нуля до какого-то маленького значения у нас результирующая функция меняется от нуля до единицы. То есть как-то резко растет. И дальше все, что больше вот этого числа по оси x, оно снова становится просто постоянной единицей. То есть это обычный мэппинг с фитом, который мы уже, в принципе, с вами делали. Значит, итак, что мы делаем? Делаем фит. Например, 0,1, 0,2. А здесь 0,1. Ну вот. Дальше здесь добавив просто мультипликатор, мы можем уже высоту плиток регулировать. Вот. И теперь, меняя вот эти значения, да? SourceMin, SourceMax, я могу сделать эту канавку шире, уже, как нужно. Более пологий сделать, уклон менее пологий. Действительно, минимальное значение, SourceMin не должно быть равно нулю, иначе у нас как бы нету плоской вот здесь поверхности. То есть просто получается вот такой, видите, профиль. Если мы все-таки хотим, чтобы здесь была плоскость, то мы немножко вот это значение подрезаем. Значит, дальше. Прогиб. Давайте рассуждать, каким образом делать можно прогиб. Проще всего использовать первую дистанцию. У нас вот есть два варианта результатов. Один вариант равен нулю в центрах ячеек, а второй вариант, когда мы используем разницу в дистанции, он равен нулю на границах ячеек. И для прогиба удобнее всего использовать дистанцию до центра ячейки, как основу. А можешь удинять? Вот это пока временно отключить, просто взять первую дистанцию, вот сюда поднимать. Если мы предположим, что они еще не разрезаны, эти ячейки, то они почти похожи на то, что нам надо, за исключением того, что здесь можно чуть-чуть умножить или увеличить, чтобы это стало явнее, они линейно, просто такими конусами, чтобы они были больше похожи на ячейки, достаточно вот эту величину просто возвести в секунду. Квадрат, например. Мы получим параболу вместо линейки, и у нас в районе центра будет производно так, нулю. И теперь вот это, собственно, число мы можем использовать как просто Destination Max, например, вот в этом фите. Либо можем... Или можно просто перемножить. Смотрите, у нас вот эта величина здесь равна единице, здесь не просто так, а как раз для того, чтобы вот это значение вот у нас не будет влиять на амплитуду, иначе и это будет значение влиять, и это. И будет сложнее подобрать общую величину плитки. Итак, мы знаем, что высота плитки задается комбинацией вот Power и здесь, наверное, а здесь у нас два варианта. Либо 0, там, что умножилось на 0, будет на 0, либо единица, и там оно останется в том месте, где было. В этом случае оно просто продавится, и все. Ну, то есть, что-то такое, да. Каким образом мы можем это сделать? Чтобы у каждой плитки была разная высота. Достаточно генерировать на основе SIDA случайное число просто, его использовать в множителе, например, в множителе. Берем просто random сюда. Тут важно понимать, что random возвращает нам значение от 0 по 1. Соответственно, когда мы их перемножаем, часть ячеек сплющится до 0. Поэтому пофильтить их лучше. Да, и мы будем делать, что нам надо. Скорее нам нужно, чтобы они от единицы до двух были. То есть, какие-то стали выше, а какие-то остались на том месте, где были. Видите, в принципе, ничего сложного. Просто, чтобы виднее было. Да, давайте добавим деформацию. Так, значит, искажалка. Понятно, как делается. Окей, то есть, просто берем какой-то трехмерный ноез и подмешиваем его к позиции нашей. Ну и дальше, в принципе, и так тоже, кстати, клево выглядит. Но если делать похожим на то, что нам нужно, то надо просто количество октав наезде уменьшить вообще до нуля. Вот. Теперь, меняя вот эту амплитуду, мы можем искажение усилить и ослабить. А что касается внутренностей. Что мы здесь видим с вами? Давайте анализировать. То есть, по сути, это та же самая фактура, просто отскейленная по масштабу. При этом, в принципе, мы можем себе представить, что она идет насквозь. То есть, она могла бы быть и везде, но у нее есть затухание как бы по интенсивности вблизи краев вот этих наших лиц. Поэтому, значит, чтобы не городить огород там много-много раз, мы можем поступить, как мы уже с вами поступали. То есть, по сути, сейчас завернуть вот эту всю историю просто в саб-нетворк, сдублировать ее, просто поскейлить P исходное. Таким образом, чтобы у нас наш нойз сжался. Давайте это сделаем. Я просто сдублирую. Важно, чтобы вы здесь понимали, что это ровно то же самое, просто по другой скейл. Поэтому мы берем и можем всю вот эту конструкцию просто сдублировать. Давайте ее подключим пока на вход и просто настроим ее отдельно. Пускай у нас первых плиток не будет. Сейчас нарулим вот этот второй нойз. Как он должен выглядеть? У него должна быть довольно высокая частота. Как-то вот так. Вот эта амплитуда вообще, видимо, отрицательная, поскольку он у нас там вдавленный. Ну и надо на самом деле сейчас. Сейчас немножко не то получилось, да? Вот эта штука не требуется. Так, чтобы он стал там, где он сейчас ноль, там минус единицы. А, ну это да, это да. Продавить как бы ниже плоскости XZ. На самом деле я бы еще потюнил вот этот нойз, потому что он там более... Там как раз можно добавить немножко здесь октав, чтобы он такой был более рваный. И вот эту амплитуду сделать поменьше. Теперь мы берем и просто складываем два этих паттерна. Но этого будет еще не совсем достаточно, но это будет почти то, что нам нужно. Вот она вот. Последнее, что нам осталось с вами сделать, это организовать затухание по краям наших плиток. Для этого там можно использовать дистанцию, наверное, да, в точке. Либо вот этот сабтракт, да, сабтракт, наверное, лучше, потому что он нам гарантированно у краев вот здесь даст ноль. Да, кстати, да. Результат этого вычитания это расстояние до ближайшего края. Поэтому можем просто взять и для начала просто перемножить, ну а скорее всего его тоже придется пофитить. Ну вот как она выгреет. Тут черная, тут белая. Вот, кстати, использовать ее для искажений, как раз я пробовал, тут получается такие... Они нифига не помогают. Ребра, вот эти ребра, они видны. Но для фоллофа, для найза, да, отлично работает. Ну и все, и дальше, если мы хотим подрегулировать, до какой степени быстро этот ноль спадает, ну опять же, можем, я не знаю, здесь либо фитом, либо пауэром каким-нибудь. Пауэром не очень хорошо, потому что могут быть значения больше единицы. То есть, наверное, фитом. Ну на самом деле, основная идея такая. Украшать тут можно реально очень долго. Следующее, что мы хотели рассказать, это вот эти все штуки. И на самом деле, такой вопрос возникал, как это в реальной работе делается, да, что мы действительно делаем это в SOP-контексте. Тут делаем такие сетки, да, чумовые, деформируем поверхность. Естественно, нет. Естественно, в целях, ну, в процессе ускорения, скажем так, лук-дева, да, вот этого паттерна, это можно делать в SOP-е, но в конечном итоге в рендере используют такую тяжелую геометрию неэффективно, поэтому мы всегда перекидываем это в Displacement Shader. Следующим логичным шагом как раз является то, посмотреть, как вот эта история будет работать уже не в SOP-ноде, а в ноде, в шейдере Displacement, потому что там есть свои нюансы. Про контексты, может быть, ты расскажешь тогда? Прежде чем перейти в Displacement, важно некое теоретическое вступление сделать, чтобы вы понимали, как работает VEX, в частности, в Манк. В принципе, VEX это программа, которая работает в неком контексте всегда. В этих контекстах существует несколько видов. Слово «контекст» в общем-то хорошо описывает то значение, которое оно означает, потому что это некое окружение этой программы, некий набор переменных, которые эта программа может читать, и некоторые из этих переменных она может записывать. В случае с СОП-контекстом это у нас вот набор переменных, которые она может читать. P, точка, V это скорость, сила, возраст, айдишники, точек, цвет, тисущие, ювишки и так далее. А записывать мы можем вот этот набор переменных. Только P, скорость, силу, цвет и нормально. Ну, строго говоря, в СОП-контексте у нас чуть-чуть больше возможностей, но предположим, пока на данный момент, что это все, что она может делать. Существует еще несколько других контекстов. в которых наборы этих переменных другие. Одними из наиболее часто употребимых этих контекстов являются Surface-контекст и Displacement-контекст. Эти контексты работают, то есть, если эти программы запускаются на уровне СОПа, то есть, на уровне геометрии, то Surface- и Displacement-контексты запускаются, когда уже выполняется мантра. То есть, Гудини может даже не быть в памяти. Это делает только мантра. Важно понимать, что эти два контекста Surface- и Displacement запускаются в определенном порядке. Всегда первым идет Displacement-контекст, а вторым идет Surface. Поэтому мы можем, допустим, передать какое-то значение из Displacement-контекста в Surface, потому что он раньше исполнен, но не наоборот. В обратную сторону передать нельзя, потому что к моменту исполнения Surface-контекста Displacement уже завершился. Это, на самом деле, такое замечание тому, как вообще происходит шейдинг. В любом случае, здесь речь всегда о том, что вот у нас есть камера, есть наш Image Plane и есть какой-то объект. Мы запускаем луч, мы хотим определить там цвет вот этого пикселя. Мы запустили луч, уткнулись в объект и дальше, вот в этот момент, когда луч пересекся с нашим объектом, у нас запускается наш материал. Он у нас состоит из шейдеров. Шейдера, собственно, это вот то, что Миша и перечислил, то есть это может быть Surface, который нам, по сути, цвет нам позволяет определить, и Displacement, это у нас коррекция позиции точки. И запускаются они в обратном порядке. Этот первый, этот второй. В Houdini у нас эти материалы, они вот так и собираются. Есть некий output, в который мы уже подаем Surface Shader и Displacement. Кроме этого, там могут еще подаваться так называемые properties, это просто некие свойства, параметры, которые Mantra умеет считывать, исходя из этого, как-то корректировать то, как у нас будет это ныриться. Сам по себе Displacement, если его как бы в деталях рассмотреть, в чем у него вообще смысл, да и почему он нас выручает вот в этой ситуации. Мы можем в рендер подавать довольно низкополигональную геометрию, ну то есть нам вот с такой высокополигональной работать неудобно, нам хочется, чтобы полигончиков было меньше. Но при этом, если в SOPE мы бы не смогли бы получить мелких деталей, потому что просто точек нет, не за что дергать. Я вот сейчас здесь уменьшу количество точек, у меня вся детализация пропадет. А в Displacement происходит следующее. Каждый полигон, чтобы получить более высокочастотные детали, он условно говоря делится на такие микрополигончики. Этот процесс называется дайсингом. Вы в мантре можете даже найти параметр Shading Quality, который отвечает за то, насколько будет плотная вот эта сетка. Соответственно, чем она плотнее, тем больше деталей мы видим в Displacement, тем больше расход памяти. И дальше, после того, как мы этот Dicing сделали, у нас Displacement Shader начинает определять, куда и как сместиться каждый из вот этих вертексов каждого микрополигона. Для этого мы передаем в Displacement Shader какие-то вот эти вот входные переменные. Это, как правило, позиция, нормаль, то есть какие-то атрибуты, которые есть на геометрии. То есть мы вот с этой точки у нас на входе у нас есть некий input и там у нас есть позиция, нормаль, исходная, там еще какие-то атрибуты. И дальше все это передается в Displace, а Displace, по сути, Shader, по факту, он представляет из себя просто такую большую функцию, какую-то сложную, которой на вход передаются все эти значения, и она возвращает просто новую позицию и новую нормаль. Если рисовать на вот этом рисуночке, вот мы там каждый микровертекс как бы подали сюда и получили, что этот сместился повыше, этот сюда, этот, наоборот, вниз, и у нас какой-то появился сложный профиль, сложный рисунок внутри одного полигона. А почему, кстати, Миша, это по памяти все-таки эффективнее? Ведь все равно нужно вот всю эту тесселяцию делать. Почему по памяти это эффективнее, чем делать тесселяцию в СОПе? Дело в том, что он делает это, во-первых, только для видимых, во-вторых, он это делает неравномерно. То есть те, которые занимают большую площадь экрана, дробятся более плотно, чем те, которые далеко. А что если у меня в дисплейсменте будет параметры, чтобы каждый вот этот микрополигон по нормали, грубо говоря, по вектору, ну, на плюс один сделать? То как будет, если у меня один полигон сейчас смотрит вверх, а другой под 45 градусов, как будет на стыке выглядеть дисплей? Дырка будет. Значит, смотрите, то есть вот у нас есть, допустим, даже вот такой радикальный прям случай, вот такая история, да, и у нас, допустим, вот этот микро, если мы делаем дисплей с long-normal, то каждый тут вертексы есть этого полигончика, есть этого, да, эти сдвинулись сюда, эти сюда, и у нас эта штука превратилась вот в такую, да, то есть вот исходные позиции, да. В мантре есть такая штука, как называется это ковинг, то есть мантра пытается эти дырки зашивать, то есть если она видит, что как бы такая история происходит, она там запускает какой-то механизм, который постарается ситуацию поправить, но они все равно могут остаться. Лучше так не делать. Да. Сместить точку можно в абсолютно любом направлении. Например, в Рендермании были такие забавы, когда там из листик из плоскости дисплейсментом чуть ли не деревья выдали. Но это не сильно эффективно. Да, если задирать очень сильно? Смотрите, по процессу закончил работу свой дисплейсмент шейдер, мы на выходе получили новые позиции, новые нормальные точек. Соответственно, вот эти данные у нас поступают в наш surface шейдер. Вот эти типы new and new и так далее. И дальше, исходя из этих новых позиций, уже вычисляется цвет. Задача surface шейдера уже в другой контексте. То есть, если задача дисплейсмент шейдера была заполнить переменные p и n, то задача surface шейдера заполнить переменные cf, uf, альфа, там, еще несколько переменных. Мы сейчас рассматриваем не pvr, рендер для простоты. Мы будем работать с cf, это цвет, это прозрачность. Мы можем действительно передавать из дисплейса в surface какие-то еще переменные дополнительные. Например, если у нас сгенерированы какие-то есть найзы, мы можем их передать, чтобы здесь использовать. Обратная история действительно не работает в этом плане. Это такое организационное неудобство, потому что часто все паттерны и найзы как раз удобнее делать в surface, но он более интерактивный. Мы видим все эти штуки в виде цвета. И потом у нас возникает вопрос, ну а как бы нам это передать в дисплейсмент? И по факту никак это не передать, кроме как просто Ctrl-C, Ctrl-V скопировать, поместить эту всю историю в дисплейс и дальше ее в виде переменной передать уже в surface. Поскольку сейчас все это объединено в один контекст, вроде бы визуально стало соединять все проще, но на самом деле там есть всякие нюансы, о которых мы... Внутри контексты остались различными. Да, контексты они все равно... И это вызывает дополнительные проблемы, о которых нужно будет... Но это мы попозже наверное это обсудим. Важный какой момент? Собственно, шейдера в Houdini они пишутся точно так же на Vexe. Это тот же самый Vex, который мы используем и для SOPA. С тем же самым набором функций, за исключением того, что в шейдинге есть ряд дополнительных функций, исходя из того, что там есть ряд дополнительных переменных входных, которых нет в SOPA. Соответственно, есть и дополнительные функции, всякие там, можно производные считать и так далее. То есть, именно есть специфические функции, которые связаны с шейдингом, которых в SOPA нет. Но все, что есть в SOPA, в шейдинге, по-моему, есть за это же, более-менее есть. В принципе, нам нужно понимать, что каждый контекст, помимо того, что есть свои наборы переменных, у него есть и свои наборы функций. Во многих контекстах есть ущи, ну там, сложение доступно во всех, но есть и уникальные. И об этом в Houdini раньше было указано отдельной строчкой, сейчас почему-то они это убрали, но это не отменяет того, что они все равно не везде будут доступны. Например, в Displacement Shader нельзя трейсить ничего. Но в любом случае, смысл в том, что практически всегда, разработав, сделав прототип в SOPA, можете просто сделать Ctrl-C, Ctrl-V в шейдер, и это в 90% случаев будет работать. В основном, как бы, проблемы могут возникать с тем, что если вы забираете геометрию со входов, да, здесь каких-то в SOPA, то у вас в шейдере, естественно, уже геометрии на входе никакой нет, и там вот надо ее грузить из файла и так далее. В общем, в любом случае, мы сейчас можем с вами попробовать вот эту всю конструкцию, просто взять и скопировать в Displacement Shader. Давайте для начала этот Displacement Shader сделаем. Мы с вами посмотрели, у нас организационно это выглядит вот так, то есть у нас есть материал, который состоит из шейдеров. Шейдера подключаются в ноду Output. Чтобы показать вам контексты, мы специально сейчас намеренно все собираем не в мат-контексте, а в старом шопе, в котором они где явно видны. Значит, материал это у нас просто саб-нетворк, вот здесь у нас есть саб-аутпут, и здесь мы можем теперь сделать вот эти Surface Shader Builder и Displacement Shader Builder, то есть это как бы такие пустышки, болванки, в которых можно набивать как бы функционал шейдеров. Surface Shader и Displacement Shader. Ну, можем даже Surface пока не подключать, вот подключить просто Displace. Соответственно, ныряем сюда, и вот наши входные и выходные переменные. На выходе понятно, что новая обновленная P и N, но на входе здесь есть тоже исходная P, нормаль, какие-то производные. Что мы можем сделать с вами? Берем всю вот эту конструкцию. Смотрите, он намеренно не копирует ноды Output и Global, потому что они другие в другом контексте. берем и просто весь функционал переносим сюда. Здесь сейчас надо аккуратненько подключить. То есть это у нас P, да, подключаем. тоже P. P, собственно, подключаем на выход. Нормаль надо вычислить. Есть просто готовая, скажем так, функция, называется она Shading Normal, которая как бы анализирует P, да, и рассчитывает это Нормаль. Нормаль влияет на то, как обрабатывается свет на поверхности. В простейшем случае Нормаль это просто перпендикулярность к поверхности. Иногда требуется, чтобы это было не перпендикуляр, а какой-то другой вектор. Это более сложный эффект. Например, там эффект бампа, который позволяет на гладкой поверхности имитировать какой-то выдавленный рисунок. Почему нам Нормаль важна вообще? Вот у нас есть сфера, и мы ее освещаем, допустим, источником света каким-то, у которого просто параллельные лучи, ну, то есть Солнце, условно говоря. Мы с вами уже привыкли к такой картинке, что у нас при таком освещении вот этой сферы здесь будут более яркие области, здесь будут более темные. Это обычное диффузное освещение, то, как мы привыкли его видеть. И мы как бы интуитивно знаем, что наиболее яркая освещенность получается в местах, касательный, так как бы освещенность меньше. В любом случае, простейшие алгоритмы диффузной модели, они каким образом работают? Там берется Нормаль, как раз можно рассмотреть вот эту точку, вот эту, здесь вот так Нормаль смотрит, здесь вот так, и берется вектор направления на источник света. В данном случае, ну, то есть это у нас Н, направление на источник света, это у нас вектор И, здесь он направлен, ну, то есть у нас тут он одинаковый, Л, да, А, И это что? А, это инцидент, да, извините, давайте Л. И дальше, вот в этой ситуации у нас должна быть, условно говоря, единица, а в этой ноль. Какая функция нам позволяет подобное распределение получить? Совершенно верно, просто ДОТ. По факту, в простейшей диффузной модели там просто считается ДОТ между Н и Л, и он там домножается на цвет, условно говоря, поверхность. И мы получаем как раз вот это распределение освещенности, да, здесь наиболее освещенное, а здесь как бы темнота, все черное. Когда у нас более сложная поверхность какая-то, да, у нас нормали более сложно имеют характер, и мы видим этот рисунок. И действительно, мы наш рендер можем обманывать. Вот это то, о чем сказал Игорек. Мы можем рендерить вот такую поверхность, да, и здесь действительно будут нормали вот так распределены. У нас будет, если у нас свет как-то вот так падает, где-то будет здесь значит наиболее яркое, а здесь не очень яркое. То есть это честный дисплей. Мы можем рендермануть и просто подавать исходную ровную поверхность, но нормали у нее будут как-то распределены так же, этом случае и тогда когда будет рассчитываться освещенность в этой точке то здесь угол между l и n будет 90 градусов это значит что здесь будет 0 и этот ровно то как работает бам то есть в нем нету реального рельефа никакого а просто нормали повернуты и рассчитывая вот по этой формуле освещенность мы получаем такой псевдо рельеф то есть поверхность реагирует на свет как будто она кривая но реально она ровно поэтому нормали вот важны для того чтобы у нас светотеневой рисунок получился правильный то есть нам нужно не только позицию потому что на самом деле но позиция она больше даст там падающую тень а вот светотеневой рисунок он реально определяется именно нормалью поэтому вот эту нормаль мы с вами рассчитали в принципе я думаю что мы можем попробовать уже накинуть этот шейдер да давайте сделаем еще один грит на самом деле нам сейчас удобно оставить вот этот чтобы мы просто могли сравнивать результат полегче сделаем можем даже его сдвинуть то есть мы ему можем сейчас смотреть вместе например вот этот грит я просто подвину в сторонку соповой а вот это будет наш дисплейс грит дисплейсментом теперь мы что просто накидываем материал сюда вот он у нас прописался можем сделать с камеру вот с мантру и чем мы сделаем рейт рейс д попробуем отсчитать посмотреть что получится а если мы сейчас проанализируем с вами картинку мы увидим две вещи первое это вот эти дыры которые у нас образовались на нашей геометрии а второе если вы посмотрите внимательно вы увидите что на самом деле рисунок найза отличается от того что у нас посчитано вот здесь хотя вроде бы мы делаем все то же самое п подаем на вход данный результат разный давайте вот разберем два этих момента по очереди первый момент это что касается дырок дисплейсменте ну то есть я думаю многие знают как это фиксится то есть добавляется property в материал displacement bound и увеличивается значение если проиллюстрировать именно причину этих дыр и не знаю миша я попробую собрать пример и смотрите откуда условно говоря берутся дыры как по крайней мере я это представляю грубо говоря был какой-то полигон там потом это все задайсилось и вот дисплейсмент делается не для всей геометрии а для отдельных как бы бакетов что лили ну то есть грубо говоря чтобы это не занимало огромное количество памяти и на это какие-то оптимизации памяти для изолируется некий фрагмент геометрии в неком баунбоксе и дальше внутри этого баунбокса происходит полняются все шейдера то есть и surface и displacement shader то есть это можно изобразить примерно следующим образом то есть мы взяли и неким баунбоксом изолировали ну какой-то фрагмент нашей геометрии допустим и этот баунбокс он на самом деле чем он меньше тем как бы эффективнее расход памяти тем меньше как бы памяти нужно для того чтобы рендер происходил у нас вся геометрия она существует только внутри этого баунбокса и если мы дальше начинаем делать displacement то смотрите что происходит в какой-то момент пока он не очень большой все нормально дальше если мы начинаем амплитуду увеличивать у нас начинает геометрия выходить условно говоря за границы этого баунбокса и просто не учитывается я не знаю исчезает да и так далее вот это есть примерно те дыры которые мы видим на рендере если более приближаться к тому как это происходит вообще трейсинг когда происходит у нас есть наша камера и image plane позиция нашего глаза и мы должны вычислить некую величину яркость пикселя в конечном итоге найти но прежде всего нам нужно пересечься с нашей геометрии когда мы точно утыкаемся в геометрию проблемы не составляет то есть мы как бы пересеклись можем сдвинуть ее вот здесь мы и новая точка окажется уже не на этом луче а на этом луче должна оказаться точка которая лежала ну то есть где-то тут изначально поэтому берется как бы блок вот бакет тот самый все точки в этом бакете сдвигаются куда-то там потом пересекается уже со сдвинутой геометрии это ключ там двойное два раза ну да сначала 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 он делается на уровне бакетов ну то есть там такими широкими лучами и важно следующий момент учитывать но самый очевидный здесь будет если у нас displacement такой что у нас как бы вся сфера становится допустим чуть чуть больше когда мы трейсим бакет 2 где-нибудь вот тут в него никакой исходной геометрии не попало и мандре не откуда узнать что она на самом деле туда попадет когда displacement вызовется но для этого нужно вызвать displacement и для этого существует некий зазор который баундами определяется что нужно учитывать не только ту геометрию с которой мы непосредственно пересеклись но и геометрию плюс некую величину то есть в нашем случае размер этого displacement bound который определяет ширину вот этого запроса если геометрия вот в ней в нем присутствует то ее надо по дисплейсить и потом попересекать поэтому если этот баунд будет очень большим допустим вот таким то у нас в него попадет та геометрия которая находится очень далеко от луча а дисплейсится мало память мы израсходовали а то результат никак это не повлияло поэтому этот дисплейсмент баунд надо держать максимально похоже на максимальную величину возможного дисплейсмента у вас то есть если он максимально может исказиться на 10 сантиметров то значит дисплейсмент баунд должен быть ну там 11 сантиметров на здесь вопрос такой вот здесь это объяснение действительно понятно почему тогда тут дыр возникает одесса лучше всегда ухрется дело в том что он выбрал вот эту геометрию для бакета и здесь есть край этого баки где геометрия исказилась допустим вот в эту сторону и у нее здесь край образовался вот эта часть геометрии не попала этот баки и не исказилась поэтому если мы брали в этот зазор то мы захватили бы этот кусок геометрии то есть грубый если у нас дисплейсмент вертикально вверх и мы смотрим строго сверху вниз то дырок не будет да более того там дырки если на них посмотреть у них часть границ по границам баки даже вот горизонтальные линии которые здесь видим это граница баки и они будут максимальные ну то есть если мы развернем это под 45 град еще вопрос по организации именно с точки зрения памяти получается почему больше бьется на баки это это как бы загрузили кусок геометрии по дисплейс или все сделали выгрузили загрузили выгрузили не только дисплейс или но и по шейдинг то есть вообще шейдинг происходит баки то чтобы процессору не переключаться с задачи на задачу раз он более-менее большими блоками работает блок минимальный размером это что касается что такое дисплейсмент баланс значит как его добавить добавляется очень просто называем вот эту mantra property то есть у нас в материале создается нода properties включается в output и вот в этой ноде мы теперь можем добавлять какие-то параметры по идее ну как бы в более сложном случае мы должны просто посмотреть в хелпе как за ним называется нужный параметр да и по сути просто создать спер параметр временные на этой ноде который называется определенным образом который mantra поймет чтобы вот эту задачу упростить нам не нужно было помнить в голове держать где-то в хелпе искать как там эти параметры называются мы могли его сделать просто вот здесь да вручную разработчики как бы подготовили просто список всех существующих параметров которые вот доступны для mantra и мы можем если мы знаем примерно как он там называется просто по фильтруя вот здесь использую этот фильтр этот параметр найти например я здесь ввожу диск и тогда будут закладки mantra в секции шейдинг да вот наш дисплейсмент баунт то есть это параметр который называется в м подчеркивание дисплейс баунт теоретически я мог его просто вот здесь сделать как спер параметр флотовый это было бы ровно то же самое вытаскиваем его и жмем accept и здесь все добавили давайте еще разок посмотрим поправилась ли ситуация все нормально в данном случае нет в реальных сцена очень сильно повлияет на расход памяти и заметит в том числе потому что она будет дайсинг то что кстати по поводу качества раз уж ну вот мы рисовали да вот эту картинку вот этого частота вот этой тесселяции до дайсинг вот обратите внимание что у нас просто прямо есть секция на геометр ноде нашей да и здесь есть вот этот параметр шейдинг quality который как раз отвечает до какой степени плотная будет тесселяция если мы его начнем понижать то у нас эти детали начинают провода пропадать то есть меньше микрополигонов меньше микровертоксов и перемножаются если у нас еще есть шейдере тогда чего будет тоже перемножится то есть они все всегда перемножаются где-то для каких Перемножаются или каких-то? Оберайдится, да. На самом деле перемножаются не параметры. Вот здесь Shading Quality, если вы посмотрите, то он как раз Shading Quality Multiplier. Ну, доведи на Shading Quality. Это Shading Quality. А на мантре этот же параметр называется WM Shading Quality Multiplier. Если на мантре завести просто параметр Shading Quality, то они всегда оберайдятся. Если мы создаем в шейдере, какой важнее это? Этот за оберайдит на геометрии. То есть теоретически мы можем вытащить Shading Quality сюда. Бывает необходимость, если тяжелая геометрия, тяжелый Displace и не очень много деталей, или он в Motion Blur, легко можно понижать вот это значение. Это будет радикально сокращать расход памяти. Сам Displacement будет выполняться быстрее. Не только Displacement, но и Tracing потом. То есть чем меньшее количество геометрии трейсится, тем быстрее Tracing происходит. Давайте теперь разбираться с тем, что у нас получилась другая картинка. Хотя вроде как, по логической точки зрения, должно было получиться вроде то же самое. В чем здесь нюанс? На самом деле здесь можно даже еще этот пример усугубить. Я возьму и поменяю угол камеры. Дублировать, например. И давайте отрендерим из какой-нибудь камеры, которая смотрит на наш рисунок с другого ракурса и там пообщее. Вот это наша картинка. Мы примерно можем тут проанализировать где-то какие плитки. Переключимся на вторую камеру, посмотрим, что получится. И что мы видим? Значит, правый гриль, который соповый, видно, что он не поменялся. Ну то есть видно, что все плиточки остались на месте. Давайте смотреть, что происходит с левым. Есть вот этот фрагмент, например, вот здесь две маленьких, одна большая. Смотрим. Вообще по-другому все. Суть-то та же, но плитки почему-то расположены в других местах. Еще видно, что у нас с баундом не угадали. На самом деле, если бы мы с вами сейчас отсчитали эту историю с анимированной камерой, мы бы увидели, что у нас этот ноиз просто стал бы анимированным. То есть он начал бы жить, видоизменяться в зависимости от того, где находится камера. И вот чтобы понять, почему так происходит и как это поправить, нужно познакомиться с такими понятиями, как спейсы. Пространство или как бы система координат, базисы, в которых происходят все вычисления. На самом деле, у нас исходная позиция, она у нас в камерном пространстве, в камерной системе координат, а нам нужно позицию в мировое пространство перевести. Поэтому мы берем, создаем ноду transform, подаем в нее исходное p, и вот эту историю мы подаем сюда. Потом нужно вернуть все обратно, да. Сейчас просто сделаем, увидим, что это работает, потом обсудим, что это вообще такое. То есть мы берем из object, переводим current. И, вуаля, рисунок поменялся. И более того, мы видим, что он теперь совпадает у нас с сопом. То есть, грубо говоря, чтобы нам получить ту позицию, которая у нас в сопе просто была на входе, нам пришлось вот эту хитрую манипуляцию проделать. Перевод из одной системы координат, по сути, в другую. Возвращаясь к первой картинке, мы явно можем сделать вывод какой. У нас результаты функции нашей разные. Это значит, что аргумент не совпадает. То есть некое p почему-то оно другое какое-то. То есть вроде мы берем ту же самую точку, что и в сопе мы брали какую-то. Но почему-то, когда мы забираем ее позицию вот здесь, координаты этой позиции оказываются для этой же самой точки другие. Как бы вот здесь у нас была точка с координатами 1, 1, 1. А когда мы ее получаем вот здесь, эту же точку, там какие-то другие совершенно левые координаты. Почему вообще так может получаться? По очень простой причине. Рисовали всегда с вами вот такую историю. Что у нас есть некая система координат оси x и y. Есть 0 координат. И мы брали с вами точку какую-то в пространстве. И говорили, что это точка p. У нее вот такие координаты p, x, p, y. Я думаю, никто не будет спорить с тем, что вот эти два числа, они зависят от того, как у нас расположены вот эти две оси и где они пересекаются. А кто сказал, что вот эти оси, они именно так проходят? Может они проходят у меня вот здесь. Значит, если в первой ситуации у нас вот вектор p выглядел вот так, и соответственно координаты в этой системе координаты определяются вот этими числами, то если мы оси координат расположим как-то по-другому, причем на самом деле это может быть не обязательно offset, это может быть и поворот, то есть она может быть и развернута, и еще и масштаб значений может быть разный. Давайте сейчас для простоты просто offset хотя бы рассмотрим. То та же самая точка в пространстве, она в этой системе координат будет иметь другие какие-то координаты. То есть эти координаты уже будут вот так выглядят в y, а в x вообще будет отрицательная. Какой вывод мы из этого делаем? Что у нас реальные координаты, которые мы получаем где-нибудь, не зависят от того, как мы строим вот эти оси координат, где у них начало и куда они смотрят. Все относительно в этом мире. Когда мы работаем в SOP-контексте, у нас, условно говоря, с вами одна система координат, это система координат на самом деле объекта. Можно было бы подумать, что это просто мировая система координат. Тут важно тоже сразу понимать, что видите, я объект подвинул, но у меня noise не поменялся. Вроде бы позиции-то точек другие какие-то, да, уже, но noise не поменялся. Это происходит именно потому, что в SOP мы всегда в качестве p имеем локальную систему координат объекта, которая совпадает с мировой, когда у нас вот здесь просто по нулям. Обратите внимание, как изменяется вот этот grid. То есть сейчас, когда мы находимся снаружи, показывает мировую систему координат. Когда мы зашли внутрь объекта, он показывает локальную объектную систему координат. То есть у него центр сместился. Важно понимать, что здесь на ходе p мы имеем локальную систему координат объекта. То есть это система координат, которая не учитывает вот эти верхние трансформации. В шейдинге все несколько сложнее, потому что там на самом деле систем координат больше, они там специфические. И по дефолту p передается в системе координат, которые в SOP у нас просто даже ну и быть не может. В данном случае это называется current. Это camera space. Итак, мы с вами выяснили, что у нас есть некая мировая система координат. Это вот наша основная, то есть наша сцена, у нее есть центр координат, оси x, y, z направлены там перпендикулярно. Вот есть какой-то объект, пускай его пока одной точкой рассмотрим. Позиция этой точки это объектная. В объектной системе координат вот у нас какие-то x, y. Кроме этого в шейдинге у нас еще есть система координат, которая связана с камерой. Она строится примерно таким образом. У нас есть камера и центр этой системы координат находится в центре камеры. И оси направлены, Миша подсказывает, что y направлена вот так, z ось смотрит вот так, а x на нас. В общем перпендикулярно плоскости экрана. На самом деле две системы координат, они не то что смещены, то есть они повернуты вообще как-то и смещены произвольно друг относительно друга. Соответственно вот эта наша P, которая нам приходит на входе нашего displacement шейдера, оно уже определяется для вот этой точки вот в этой системе координат. Можно ось вот эту продлить и посмотреть вот эта точка, какие у нее координаты в системе координат камера. Вот это P, y, камера. И здесь получается вот эта координата P, z, камера. Одна и та же точка, фиксированная в пространстве, в разных системах координат имеет разные значения. Более того, интересным моментом является то, что почему noise жить начинает, когда камера начинает двигаться. У нас взяла в какой-то момент, в другой момент времени, камера оказалась вот здесь. Например, она переместилась куда-нибудь вот сюда. Система координат ее, она с ней жестко связана, и она собственно повернулась и сдвинулась ровно точно так же, как и камера. То есть у нас оси стали смотреть как-то так-то. И если мы теперь координаты этой же точки попытаемся определить для такой позиции камеры, видно, что P, y стало отрицательным. То есть точка никуда не сдвинулась, ничего не поменялось, та же самая точка. Но координата ее в системе координат камеры меняется в зависимости от того, где находится камера. А поскольку именно вот эти числа P, y и P, z, они как раз идут на ход функции нашей displace, то есть как аргументы. Меняются аргументы в функции, меняется ее результат. И мы в одной и той же точке видим разные значения нашего displace. То есть вот причина того, почему значения плавают и вообще отличаются от того, что мы в сопе должны увидеть с вами. Значит, для того, чтобы эту ситуацию поправить, нам нужно наше исходное P, которое у нас приходит вот в этой системе координат камеры, перевести в систему координат объекта, например. Ну или там можно мировую. И для этих целей у нас есть просто функция, которая это делает. Transform. Которой мы передаем P, указываем from и туда. То есть мы ей передаем P, мы знаем, что это P в пространстве камеры. From мы указываем камера. А дальше мы хотим узнать, какие координаты будет иметь точка, у которой координаты в камероспейсе. Вот такие. Какие координаты она будет иметь, например, в object space. И нам эта функция возвращает эти координаты. И очевидно, что уже эти координаты в object space не будут зависеть от того, как камера расположена, потому что это одна и та же точка фиксированная. Сделав вот такую трансформацию, мы дальше можем это P подавать на вход нашей функции, вычислять все, что нам нужно. И в конце, после того, как мы все вычислили, важный момент, о чем нужно не забывать, что у нас на выходе вот эти переменные P и N в output должны снова поступать в камероспейсе. Значит, второй момент, который здесь важно понимать, о чем речь, это вот этот параметр, как мы интерпретируем полученные координаты. Это позиция, direction, vector или normal. В чем здесь смысл? Вот у нас две системы координат есть. И в ней есть какая-то точка, которую мы поставим, вот такой вектор. И вторая система координат, которая смещена. Если мы воспринимаем вот эту точку как позицию, и этот вектор как вектор позиции. Очевидно, что точка осталась на месте, и в этой системе координат вектор ее должен быть вот такой, и соответственно его координаты поменяются. Иная ситуация будет происходить, если мы вот этот вектор будем воспринимать уже не как позицию точки, а как, например, нормально. Представим, например, что у нас есть какой-то объект, и у него в какой-то точке задан некий атрибут векторный, который имеет такие координаты. Вот такое направление, вот такую длину. Что нужно сделать, чтобы определить координаты вот такого вектора вот в этой системе координат? У нас есть какой-то вектор, мы его нарисовали просто в пространстве. Помните, да, как мы определяем координаты вектора? Нам нужно отложить его от центра координат. То есть мы берем вот этот вектор и переносим сюда, сохраняя его. Делаем параллельный перенос, откладываем его от центра координат уже вот этой системы координат, и смотрим вот эти координаты. Видите, что процедура несколько другая. Здесь даже видно, что если система координат отличается только с двигом, то значения не поменяются, координаты останутся прежними. Если бы у нас система координат, допустим, поворачивалась, то для того, чтобы определить координаты вот этого вектора в этой системе координат, мы делаем ровно то же самое. Мы просто делаем параллельный перенос этого вектора вот сюда. Угол должен не поменяться, да, примерно параллельно рисовать. И уже смотрим его координаты вот в этой системе координат. Они какие-то станут другие. Для чего нужен вообще Миша Camera Space? Почему нельзя было весь шейдинг делать в Object Space или World Space? Зачем такие навороты? Связано это в первую очередь с погрешностью численных значений, которые хранятся в компьютере в формате Floating Point. Смотрите, у нас есть два варианта, как мы можем переместить этот объект. В одном случае мы можем переместить этот объект, допустим, на миллион метров по иксу, на уровне объекта. Во втором случае мы делаем ту же самую трансформацию, но внутри. Перемещаем все точки объекта, то есть объект оставляем на месте, его центр координат впадает с мировым. Все координаты точек на миллион смещаем по иксу. По идее мы должны получить два абсолютно одинаковых объекта, где-то там в миллионе метров от центра координат. Ну и теперь, чтобы нам их увидеть, нам нужно еще и камеру показать на этот объект. В OpenGL мы разницу увидим не сильно большую. Давайте один объект чуть-чуть на миллион один метр сберем. В OpenGL мы видим, что у нас появились артефакты. На рендере мы увидим немножко другую картину. В одном случае у нас будет свинья искаженная, а в другом случае нет. Почему это происходит? Нам важно понимать, с какой точностью вообще хранятся числа в формате floating point. Само название описывает то, как хранятся внутри это число. Значит, число разбивается на две составные части. Я вот не помню. Первая база, по-моему, называется, и мантиса. Это некое число, которое имеет конечную точку. Ну, допустим, здесь вот в качестве базы для простоты мы будем использовать число, которое может принимать значение от 0 до 9 только. Все, другие числа мы в нее сохранить не можем. И потом вот это число мы умножаем на 10 в степени некого другого числа, которое мы тоже храним. То есть мы храним вот это значение и вот это значение. Здесь, допустим, от минус 2 до 2, например. Какие числа мы можем описать вот этой комбинацией? Если мы нарисуем шкалу, у нас здесь где-то будет 0. То для степени 0, у нас 10 в степени 0, 1. 0 от 0 до 9 у нас просто будут идти с шагом 1. Чтобы получить 10, нам нужно это число уже записать как 1 на 10 в первой степени. Число 20 мы можем написать как 2 на 10 в первой степени. А вот 11 мы никак не можем описать, потому что у нас не хватает точности базы. Дальше мы можем хранить только большими шагами. Когда мы в отрицательную сторону идем, то мы можем так же записать с точностью 0, 1, 0, 2, 0, 3 вот здесь. Ну там еще знак, это просто пример. Это чтобы вы понимали проблемы с точностью. Значения, которые ближе всего к 0, хранятся наиболее точно. Логика в этом такая, что если мы оперируем значениями размером со Вселенной, то нам без разницы, что там муравьев не делает. Когда мы оперируем значениями очень маленькие, то нам, грубо говоря, неважно где-то любить. И тогда нам такого представления формата хватает. То есть нам нужно, чтобы, когда картинка у нас считается, все объекты, которые близко к камере, имели координаты свои, все точки, максимально маленькие, максимально близкие к 0, чтобы этих проблем с точностью не возникало. Почему здесь возникает проблема? Дело в том, что объект стоит в 0 координат. И координаты каждой точки имеют очень большие значения. А значит, что вариации уже мелкие не могут быть переданы в этих больших значениях. И они как бы были потеряны. В этом случае координатная сетка объекта стоит в центре свиньи. И координаты относительно нее хранятся очень точно. То есть сам объект спозиционирован с такой же точностью, как вот эта свинья слева. Но координаты внутри этого объекта сохранены с большой точностью. Зачем камера спейс? Таким образом, мы можем игнорировать наличие wall space. Нам важно, как расположено объектное пространство относительно камеры. В случае со свиньей справа, оно как бы от камеры недалеко и имеет небольшие координаты. В случае со свиньей слева, оно очень далеко от камеры и имеет координаты очень большие. По этой причине, собственно, мы когда делаем персонажей, по умолчанию, деформируемый скин оставляет центр координаты объекта в 0 координат. Если персонаж уйдет на миллион метров куда-нибудь, то мы увидим его вот в таком виде. Если позаботимся о том, чтобы объектное пространство ходило вместе с ним, то он не будет искажаться. Суммируя то, что Миша объяснил, вот у нас есть некий wall space, и мы, допустим, находимся вместе с нашей свиньей и камерой где-то далеко от этого центра координат. И если все позиции точек, позиции камеры и позиции точек объекта, работают с ними как в world space, то это длиннющие вектора. Каждую точку нужно протянуть вот такую штуку. Соответственно, это большие числа. По вот этой причине их точность понижается. У нас здесь возникает вот это квантование. Дискретность вот эта возникает. А когда мы работаем в object space и camera space, то у нас система координат выглядит примерно, ну, допустим, object space свиньи выглядит вот так. И это коротенькие вектора, которые вот из центра вот в каждую точку. И, соответственно, их точность высокая. В общем-то, и в camera space, поскольку объекты расположены рядом, несмотря на то, что от центра координат мирового они хрен знают где, вот эти вектора, они тоже довольно маленькие. Собственно, их точность высокая. Этих space здесь довольно много. Есть world, camera, object, это мы с вами обсудили. Current, некий текущий. Интересный еще режим вот этот, object name. В чем смысл? Мы можем в шейдинге переводить позицию, например, нашей точки в space какого-то выбранного нами объекта. У меня в сцене может быть какой-то нуль. И я беру и создаю просто нуль-object. И в Houdin существует возможность делать его, по сути, системой координат. Центр, который будет совпадать с центром этого нуля, а оси будут ориентированы, как у нас нуль повернут. Дальше мы можем вот эту позицию рассчитывать, переводить из camera space в систему координат вот этого нуля. Если мы по такой позиции будем рассчитывать, например, какую-то текстуру или, я не знаю, noise, мы можем добиться такого эффекта, что когда мы будем смещать этот нуль, этот noise или эта текстура будет смещаться вместе с этим нулем. Ну, то есть мы можем, грубо говоря, с помощью нуликов текстуры двигать, поворачивать и ставить в то место, куда нам надо. Значит, давайте посмотрим, как это сделать. Значит, создаем нуль. Значит, чтобы мы в шейдинге могли этот нуль указывать как space, нам надо вот здесь в закладочке render вот эту галочку output transform as render space поставить. После того, как мы это сделали, значит, теперь мы можем переводить позицию в space вот этого нуля. Ну, давайте для начала просто какую-то текстуру загрузим. Так, в качестве UMI мы, например, можем использовать просто P. Простейший вариант это, например, P из camera space перевести в object space. Дальше нам надо сделать swizzle объектр, потому что у нас нет UV-шек, да, поэтому мы в качестве U и V координат берем координаты X и Z. И их нам надо записать X на первую позицию, да, это U, а Z на вторую, поэтому нам нужно Z перекинуть из третьей компоненты вектора по вторую. Для этого мы вот связывал вектор используем и берем вторую компоненту, указываем, что это Z. Ну, а третья компонента нам не нужна, поэтому мы можем ее обнулить, просто сделав вот так, setVectorComponent. И, собственно, можно это подать просто в color. Накинем. Давайте посмотрим, что получится. Так, какой-то рисунок получился. Чтобы сейчас, может быть, пример был более показательный, имеет смысл вот здесь в текстуре отключить repeat, да, чтобы у нас просто была одна текстурка. Это то, как эта текстура легла в object space. Ну, то есть при изменении позиции от нуля до единицы, вот мы видим этот квадрат. Давайте теперь попробуем перевести это в space нашего нуля. Да, мы берем и здесь указываем object name и указываем наш нуль. Так, подключаем. Поскольку нуль сейчас расположен тоже в центре координат, ну, ничего не поменяло. Но теперь мы можем взять, например, этот нулик подергать, у нас текстурка начинает смещаться. Можем поворачивать, можем даже скейлить, да, насколько я понимаю. Тогда у нас размер увеличится. Тут важно заметить, что центр вращения, он не в центре текстуры, соответствует координатам UV 0,0, да, то есть это один из углов вот этой текстурки. Собственно, это вот что касается плейсеров. Собственно, в завершение вот этого примера и вообще нашего занятия мы еще просто хотели показать тоже одну любопытную ноду. Она позволяет интересного результата добиться. Style Boxes она называется. Примерно ее функционал с вами уже собирали. Она позволяет сделать следующее. Если у нас есть некая текстура, которая вот в квадрате у нас 0,1, вот этот Box Style, он генерит UV координаты. То есть он исходные UV координаты мэпит в некие другие, которые выглядят примерно вот таким образом. Это такие кирпичики. Внутри каждого кирпича UV координата растет, ну, вот так. То есть 0, здесь 1, здесь 1, здесь 1, 1. И дальше это все повторяется. В каждом кирпичике своя координатная система. И, собственно, дальше сэмплируя, рассчитывая значение текстуры по вот таким ui-хам, мы увидим, что у нас эта текстура будет повторяться в каждом таком кирпичике заново. Кроме этого, эта функция, она выводит seed, то есть это номер кирпича. И мы, используя номер кирпича, можем, допустим, переключаться между разными текстурами. То есть здесь использовать одну, здесь другую. И это позволяет делать всякие плиточные какие-то поверхности, какие-то бетонные плиты и так далее. Напихивать сюда различные текстуры может довольно интересной вариативности добиться. Кроме этого, интересный эффект получается, если использовать несколько слоев вот этой штуки с разными частотами, с разным размером вот этих кирпичиков. Опять же, по seed, проявляя их, накладывая их один на другой, можно добиваться, допустим, вот таких эффектов, когда у нас один слой другим и так далее. Давайте вот посмотрим на примере нашего любимого vintage-тайла. То есть мы берем, переводим в object space, превращаем, как бы, условно говоря, в UV-хи, да, эти UV-хи подаем вот сюда. И мы можем сейчас подать просто эти UV-хи в цвет. Посмотреть, как это будет выглядеть. Тут сейчас, я думаю, имеет смысл чистоту какую-нибудь нарулить. Не суть, давайте просто подадим в текстуру и увидим, как это работает. Так, и здесь надо снова купить какая-то адовая частота. Соответственно, здесь можно сделать аффсеты. Значит, сюда интересно, конечно, другую текстурку подать. Наш любимый vintage-тайл. Ну вот, видите, да, какой результат. И теперь, если мы проварьируем, пользуя вот этот вот ID здесь, путь до текстуры, то есть индекс, то будет еще интереснее. Делать это можно следующим образом. Мы можем посчитать рандом. У нас индексы меняются здесь от 1 до 14. То есть мы можем, например, отфитить этот рандом в нужный нам диапазон от 1 до 14 и округлить round to integer. То есть вот мы получили какие-то случайные числа для каждой плитки в диапазоне от 1 до 14. И теперь нам нужно вот этот индекс просто заменить на вот это число, которое у нас здесь. Нам понадобится функция sprintf, которая позволяет вот эту подмену сделать. Мы, чтобы ее использовать, используем сниппет. В общем, передаем сюда нашу текстуру, наш этот ID. И здесь пишем такую вещь, что у нас map равно sprintf mapid. И чтобы это сработало, теперь нам нужно вот здесь вот этот индекс заменить на %d. В общем, мы, грубо говоря, сейчас для каждого кирпичика сгенерили свой путь до текстуры. И у нас каждая плиточка стала разной. То есть это наш бетон, и вот наша декаль, которая нам нужна. Мы ее можем проложить таким образом через микс. И здесь... Вальфы? Нет, я хочу вот просто... Ее вальфы, а цвет просто как-то. Почему? И тут нужно выключить вот эту декаль. Ну вот. Только все должно быть наоборот. У тебя печи маленькие... Да. Ну и эту штуку можем теперь там поставить в нужное нам место. И так сделать так, чтобы она не считалась два. Механизм передачи есть. Часто возникает ситуация, когда нам нужно одну и ту же фактуру, какую текстуру, неважно, использовать и в дисплейсе, и в сюрфейсе. То есть мы по ней и гнем, и красим. Как это правильно сделать? То есть можно было вот так сделать. Ctrl-C, Ctrl-V. Но, во-первых, это неэффективно с точки зрения вычисления шейдера. То есть вот эта конструкция будет вычисляться два раза. В дисплейсменте и в сюрфейсе. Кроме этого, нет никакой синхронизации. Ну то есть если я решил что-то поменять вот в этой штуке, частоту мне надо менять два раза. Вот и здесь, и здесь. Это неудобно. Поэтому удобнее один раз вычислить вот эту текстуру в дисплейсменте и дальше передать ее как переменную в сюрфейс. Вот наш дисплейс. И сейчас две отдельные совершенно конструкции, которые никак не синхронизированы. Делаем следующее. Просто экспортим BindExport. Отсюда переменную. DispMap. И теперь мы можем здесь создать ноду ImportDisplacementVariable и здесь указать DispMap. И видите, у нас все работает. Я могу теперь вот это все просто удалить. То есть мы в дисплейсменте экспортим, BindExport, там переменную, в сюрфейсе шейдере забираем ее. Но обратите внимание, что мы ее забираем не байндом, как забираются атрибуты, а есть специальная функция, которая называется ImportDisplacementVariable. Подписывайтесь на наш канал. Все, всем спасибо.